Огромные древние звёзды и ничтожный атом в теле человека. Вы думаете, эти вещи никак не связаны? Подумайте ещё раз. Знаменитый астрофизик из США Нил Деграсс Тайсон, незаурядный человек, талантливый писатель, специалист в области философии, считает, что связь есть, и она очевидна. Миллиарды лет тому назад, впечатляющие крушение громадных нестабильных светил, высвободили не только колоссальное количество энергии, но и базовые микроэлементы – азот, углерод, фосфор, водород, кислород, серу, которые впоследствии сформировали иные звёзды, туманности, планеты, растения и, в конечном итоге, нас с вами. То есть всё, что есть внутри каждого представителя рода человеческого, также является частью Вселенной. Осознание этого факта достаточно, чтобы почувствовать небывалую общность с окружающим миром. А глядя в ночное небо, не воспринимать его как нечто чуждое и мёртвое. В этом космическом море наша планета – не единственный объект, созданный из тех же атомов, полученных при многочисленных взрывах звёзд Титанов. О невиданных чёрных дырах в миллиарды раз тяжелее Солнца, тёмной материи, не до конца понятных магнитарах и прочих объектах – говорили немало, но, если обратить внимание на планеты, то во Вселенной встречаются весьма странные космические тела, которые, хотя и созданы из тех же микроэлементов, что и все остальные, но значительно отличаются от привычных нам. Окольцованная планета Планета близ созвездия Кентавра отличается большим размером системы колец – 37 штук. Их радиус достигает 90 миллионов километров, что примерно в две сотни раз больше, чем у Сатурна – 480 тысяч километров. Драгоценная Земля Янсен – планета всего в два раза больше Земли, но в 8 раз превышает её по массе. Уникальность объекта в том, что он практически полностью из углерода, что говорит о серьёзных залежах графита и алмаза. По сути, планета на одну треть состоит из чистейших бриллиантов. Объект из горящего льда Планета по имени Глизе облетает свою звезду за двое суток, поэтому очевидна её близость к светилу. Соответственно, на поверхности довольно жарко. Парадокс в том, что Глизе в созвездии Льва по праву можно назвать ледяной планетой, но с большой оговоркой. На её поверхности находятся громадные океаны, действует чудовищное давление, поэтому вода не только не испаряется, а буквально сплющивается в ледяные пластины, называемые горячим льдом. Это уникальное явление в видимой Вселенной. Мир Тьмы Трес-2b – планета, которая в четыре раза темнее угля и сажи. Она размером с Юпитер и располагается на расстоянии 750 световых лет от нас. Объект практически не отражает свет. Планета Беглянка Этот объект находится необъяснимо далеко от родительской звезды. Даже свет от неё идёт к планете долгих 89 часов. К нам от Солнца свет достигает за 8 минут. Итак, дистанция газового гиганта HD 106906b от материнской звезды исчисляется 97 миллиардами километров. Почему планета убежала на такое чудовищное расстояние, невозможно объяснить средствами современной науки. Ровесник Вселенной Мафусаил находится на значительном расстоянии от Земли – около 12 тысяч световых лет. По прикидкам учёных, это наиболее древняя планета из известных науки. Она всего на пару миллионов лет моложе самой Вселенной. Её существование подрывает авторитет теории Большого Взрыва, поскольку считается, что в тот период было невозможно формирование планет. Её опекают две материнские звезды, оборот вокруг которых Мафусаил делает на протяжении века. Невесомая планета В далёком созвездии Ящерицы, находящемся от нас на расстоянии 450 световых лет, кружится планета на 35% больше Юпитера, плотность которой втрое меньше вводной, поэтому титанический шар спокойно мог бы плескаться в бассейне. Где купить зонт от каменного дождя? Фантазия затейника Стивена Кинга зашла настолько далеко, что в одном из своих рассказов он весьма реалистично описал дождь из лягушек. Но в реальности существуют не менее странные вещи. В созвездии Единорога есть планета, на одной стороне которой регулярно идут освежающие каменные дожди. Дело в том, что одна сторона, постоянно повёрнутая к звезде, раскалена до 2500 градусов из-за близости к светилу. Она облетает звезду за 20 часов. Планета состоит из лавового океана, который испаряется подобно земному, поливая тёмную сторону каменными осадками. Объект в полтора раза больше Земли, в 7 раз тяжелее и находится от нас на расстоянии 490 световых лет. Все эти космические тела, как ни удивительно, наши прямые родственники с точки зрения атомного состава. Кроме того, они уникальны, как и мы с вами. Почувствуйте единение с космосом и взгляните на мир шире. Субтитры создавал DimaTorzok